Хотелось бы начать со структуры, извлекаемых запасов. Обратите внимание, высоко вязкая нефть выше прибудения, может быть, с антикласса 50%. Значит, проблема заключается в том, что очень быстро обвольняется продукция из-за разницы вязкости. Поэтому приходится применять либо высокую температуру для снижения вязкости, либо загущать воду, чтобы приблизить вязкость друг к другу, чтобы не было такого быстро обладения. Мы даже говорили, что до 200 консистенции у нас в год нет. А что до 200? С 30 надо, да? Полностью собственные технологии, свой патент. Мы сами его сделали, сами проверили, сами сделали технологию, мы ничего не знали. Только слышали, что будет две сквадры. Сами проверили, вот, да, и все. И это стандартным буровым станком. Стандартным буровым станком, да. Для того, чтобы определить эти месторождения мелкие, надо пробурить очень большое количество оценочных скважин. Вот метод радиоакционного зомбирования, он применяется для определения границ месторождения и самих запасов. То есть мы вместе начинаем бурить пустых скважин. Здесь везде начнётный пункт, везде водоисточники, 150-100 метров, не дай бог, не дай бог. И вот здесь мы не то, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Это коллектор. Это коллектор. Вот, бурят, кем-гарат, кем-гарат. Ну, здесь вот мы наложили вот эти тела, значит, друг на друга, как раз вот третий, четвёртый, пятый, шестой персонаж. Продолжение следует...